Это не единственное исследование состояния стенок сосудов тех, кто придерживается растительного рациона питания. Например, новое исследование из Китая обнаружило, что по сравнению со всеядными у людей, не употребляющих яйца и мясо, были все основные преимущества употребления большого количества растительных продуктов. Ниже индекс массы тела, кровяное давление, уровень триглицеридов, общий холестерин, плохой холестерин, меньше свободных радикалов. Возможно, лучшее функционирование почек, лучший уровень глюкозы в крови и тому подобное. Но все ли это сводится к различию в состоянии артерий? Да, в самом деле у всеядных просвет артерий сужен, что говорит об утроенной вероятности развития сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому им рекомендуется есть больше овощей вместо мяса, ведь никогда не поздно улучшить свой рацион питания. Однако, если те, кто придерживается растительного рациона питания, не получают достаточно витамина В12, уровень повреждающего артерии соединения под названием гомоцистеин может начать увеличиваться в кровотоке, что может нейтрализовать некоторые преимущества более полезного рациона питания. В этом исследовании, проведенном на Тайване, артерий вегетарианцев были такими же плотными, как и у всеядных, и у них был тот же уровень утолщений в сонных артериях, возможно, из-за повышенного уровня гомоцистеина в крови. Негативные результаты этого исследования не должны рассматриваться как доказательство нейтрального влияния вегетарианства на сердечно-сосудистую систему. Они указывают на крайнюю необходимость улучшения веганской диеты путем употребления продуктов, обогащенных витамином В12 или приема витаминных добавок. Дефицит витамина В12 – очень серьезная проблема, приводящая в конечном итоге к анемии, нервно-психическим расстройствам, необратимым повреждениям нервов, и все это из-за высокого уровня повреждающего артерий гомоцистеина в крови. Благоразумные веганы должны включать источники витамина В12 в свой рацион. В исследовании у вегетарианцев, у которых уровень В12 был очень низким, артерии были даже толще и менее функциональными, чем у всеядных. Откуда мы знаем, что причина была в витамине В12? Потому что, когда они начали принимать добавки В12, им стало лучше. Их просвет артерий начал расширяться, и надлежащее функционирование артерий вернулось к норме. Без обогащенных витамином В12 продуктов или добавок, когда всеядные переходили на веганский рацион питания, у них развивался дефицит В12. Уровень В12 должен упасть до 150 пикамоли на литр, чтобы развились классические признаки дефицита витамина В12, таких как анемия и глубокие поражения спинного мозга. Но гораздо раньше у нас может начаться повышение риска когнитивных расстройств и усыхание мозга, а также инсульта, депрессии, повреждения нервов и костей, пока уровень гомоцистеина зашкаливает. И это может ослабить положительное влияние вегетарианской диеты на здоровье сердечно-сосудистой системы. Нельзя отрицать положительное влияние вегетарианской диеты на холестерин и уровень глюкозы в крови, но в то же время нельзя недооценивать дефицит витамина В12. Перевод Алексей Иванов, редактор Евгения Горина, монтаж Александр Сергей, голос за кадром, звук Сергей Горин. Ставьте лайки, подписывайтесь и распространяйте. Продолжение следует...